Молиться-то никогда не бывает слишком много и неплохо, да? Что мы должны быть в одном месте, чтобы... В одном комнате. Привет, как у вас сегодня дела? Кстати, я в этом не думал, что это может быть романтично, но по-зади да. Hola amigos! Добро пожаловать на канал KikiMexicanets. И сегодня прекрасный день, потому что у меня есть коллаборация с девушкой, которую я очень люблю, и я восхищаю свою программу. Это Череш. Привет! Привет! Меня зовут Череш. Я студентка, учусь в университете, и мы используем русский язык. Я безумно рада, потому что Kiki сегодня пригласил меня. Да, спасибо! Прежде чем это, правда, хочу тебе сказать, что я очень люблю твой контент и материал. Спасибо большое, очень радостно. И для меня огромная честь, что ты сегодня у меня в гостях. И, Череш, ты знаешь, мы очень любим русский, но я хочу испытывать, насколько хорошо ты знаешь русских. Есть какие-то ситуации, которые русские делают, и иногда кажутся немного странным. Кажется, это очень много суеверия. Поэтому скажи, ты готова? Да, я готова. Сегодня на этом видео ты будешь русской. Окей. Представляешь, что ты что-то забыла дома, а ты должна возвращаться. Что ты должна делать, если ты возвращалась домой? Например, ты забыла телефон, и ты должна вернуться. Что надо делать перед уходом? Молиться. Молиться? Возвращайся. Вернуйся. Конечно. Молиться-то никогда не бывает слишком много и неплохо. А ты знаешь, я услышал, потому что я человек, который очень часто все забывает. А мне говорили, что если ты возвращаешься, ты должен смотреть на зеркало перед уходом. Перед уходом? Уход? Да. То есть, ты выходишь... А, ухода. Уходить. 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 То есть, ты забыла телефон, ты возвращаешься, а потом, до того, что ты выходишь из квартиры, ты должна посмотреть на себя на зеркало. Будешь знать, в следующий раз, если ты собываешь дома и возвращаешься, ты должна посмотреть на зеркало. Тогда я увижу, где он. Себя. А, на себя. Ну, это... Да, это значит, что если ты выходишь, сходишь домой и выходишь, не смотря в зеркало, какие-то неудачи будут. Скажи, пожалуйста, что ты должна делать перед поездкой? У тебя есть длинная поездка, у тебя есть чападаны, ты еще дома. А что нужно делать? Прежде того, что ты... Давай, давай, что надо? Я иду к уголу комнаты. Ага. И сяду. Да, нужно присесть. Молодец. А это ты делаешь сейчас? Я? Когда, допустим, у тебя есть... Да. Когда у тебя есть поездка, ты это делаешь? Кореянка церешь? Тебе нужно поехать в Москву. И ты еще дома, в Корее, у себя. И прежде поехать с аэропорта, ты сядешь? Нет. Я не присяду. Нет. Ты должна это делать, потому что говорят, что когда ты присядешь перед поездкой, это значит, что все будет хорошо, все будет наладиться, все будет хорошая посадка, твои чемоданы будут приехать вовремя. Но правда так делают русские люди? Даже до сих пор, даже в 2020 году? Да, я это делаю, я тебе представляю. Да, да, я сейчас, когда путешествую, всегда перед уходом я присяду и медитирую, что поездка будет длинно и все. Тогда я тоже сделаю, хорошо, я запомню и буду делать. Пожалуйста, делай, это работает. Череш, извини, пожалуйста, но есть одна штука, которой мне было очень спешно. Есть какие-то голубы, да, в России есть очень много голубы. Голубы? И я очень удивился, когда, а что значит, если голубь случайно какает у тебя на голову, что это значит в России? У тебя на голову? Что? Голубь какая-то? Да, на голову. Что это значит в России? Голубь какая-то на голову? На, твоя голова. О, не знаю. Моя голова. Что это? Это значит удачи. Да, говорят, что если это у тебя в голове, это значит, что это будет удача и хороший день. О, это я желаю удачи тебе? Нет, нет, нет. Если, допустим, у тебя есть, ты или кто-то есть ситуация, а на него, на нее какает голову в голове, это значит, что у него будет хороший день, это такое признание, что это на удачу. Ты бы подумала, что если с тобой это случилось, это была удача? Нет, я один раз птица на моей руке какала, и я тогда материлась. Я не думала, что это удача. Нет, в России это удача. Кстати, ты материла на русском или на корейском? Материла, конечно, на корейском. А в России это на удачу. Молодец, как слышно. Тоже, да, примерно в том духе, когда тарелка разбивается случайно ты на кухне, сломаешь тарелку в полу, то есть говорят, эй, на удачу, и даже хлопают, когда кто-то разбивает тарелки. Это значит, что на удачу. А кто-то разбивает тарелку, а не хлопая, потому что это удача? Ну, примерно, наверное, ну, на удачу. Почему русские такие оптимистичные? Это хорошо, это, кстати, это очень оптимистично, потому что когда ты что-то разбиваешь, говорят, типа, хлопаю, всё здорово. Прикинь? Ну, они классные. Ага. Череш, я не знаю, если ты заметила, но, допустим, когда есть еда или какое-то всё, что должны делать русские, когда есть пустые бутылки на столе? Если есть пустая бутылка. На столе. Допустим, во время обед. Тарелка. Нет, бутылка, только бутылка. Что должна быть? Бутылка. Налить воду? Нет. Нет. Они... Убрать? Вот, убрать, конечно. И обычно на полу поставят. То есть, если не пойти на кухню, хотя бы поставить на полу. Как только что-то бутылки заканчивается, они сразу на полу. Сразу. Почему? Ты знаешь, у меня как-то, я помню, спросил другом, почему это дело, я ему сказал, наверное, потому что, чтобы не драться потом с бутылками и разбивать по головам с бутылками. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, это просто некрасиво, когда что-то пустое, потому что что-то пустое, наверное, это недостатки. И они не хотят показывать недостатки, поэтому просто если что-то... Русский очень щедрый, правда, очень щедрый. Поэтому, мне кажется, это, наверное, больше, что некрасиво, когда что-то пустое, так как отсутствие чего-то. Лучше убрать сразу. Я впервые слышала. Да, поэтому, допустим, если у тебя есть гости в России, и что-то закончилось, ты должна сразу убрать то, что уже пусто. Сразу убрать. Хорошо. Будь хорошая хозяйка. С гостями. Хорошо. Череш, ты знаешь, мне очень удивило, что я узнал, что русские не отмечают, когда исполняют 40 лет. Вы отмечаете? В Мексике. Да. В Мексике. Да, да, да. А в Корее отмечаете? Нет. Почему? Вообще вы день рождения не отмечаете? 40 это важно? Ну, каждый год это важно, что ты живой, и это, мне кажется, надо праздноваться, что ты еще один год в этом земле. А в России, допустим, ты отмечаешь 39 вечеринка, а когда 40 нет. Только в 40? Только ровно, когда 40. 41 может уже праздновать. Они не любят 40? Нет, ты знаешь, числительность 40 оказалось, что в России люди, если они суверенны, они не нравятся вот это. Потому что есть очень много связано с Виблией, что 40, по-моему, 40 лет в пустыне связано с Виблией. По-моему, в Тарот, 40 это тоже карта смерти. 4, как понимаешь, в АС очень часто номер 4 тоже связано с смертью, да? Скорее, да. Поэтому они говорят, что номер 40 не любят, и даже 40 не праздновать. Ой, интересно. Только 40. Только, ага, только 40. Скажи мне, пожалуйста, а что значит, если посыпать соль на столе, допустим, когда просто соль на столе? Что это значит? Потому что соль зовет призраки. Призраки? Призраков. Домовой? Мы приглашаем домой домовой? Нет. Мне кажется, это знак ссоры. Ссор. Что если есть соль, будет люди спорят, дискуссии, конфликты. Сипать соль на столе. Ребята, пишите в комментариях, если вы знаете, откуда вот такие суверии появились, и если мы тоже так правильно понимаем. Если вы еще знаете суверии, то же, пожалуйста, пишите в комментариях, и если хотите вторую часть, то же пишите, и мы с удовольствием сделаем вторую. И у меня есть еще другое. То есть ты знаешь, что, допустим, на дверью есть порог. Порог, да? Который объединяет порог. Это как арк, который объединяет комнаты. Да. Ааа, нилдзя? Нилдзя? Что это значит, черешки? Там... Нилдзя трогать его. Ну, я это не знаю, может есть, но я поэтому не слышал. Скажи, говори дальше. Смотри, я то, что слышал, это когда один человек въедет по одной комнате, а другой въедет по другой комнате, они не могут поздоровиться между порогами. То есть, что кто-то въедет по одной комнате, когда ты поздоровишься, ты должен находиться в таком же комнате, внутри вот этой комнаты. Потому что если идти внутри, а другой, и получается, что через дверь ты тянешь руку, а другой тянешь руку, это тоже как-то ссор тоже. Это плохой предмет, что будет заканчивать дружбу, что друзья так не здоровятся. И да, кстати, мне было очень интересно, потому что я, когда начинал жить в России, я не заметил. И очень часто, допустим, я на работе иду в коридоре, я веду человека, я просто тяну руку через дверь, а ты знаешь, мне как-то держат руку и тянет внутри комнату. И ты поедешь сюда, как-то нельзя поздоровиться между порогами. И да, потому что это значит, что это будут плохие отношения потом. О, ну это романтично, потому что мы должны быть в одном месте, чтобы... В одном комнате. Привет, как у тебя дела? Кстати, я в этом не думал, что это может быть все романтично, но по-моему, да. Отлично. Череш, а ты заметила, что, допустим, когда один русский человек что-то говорит, потом начинает стучать в дерево? Когда это делает? Стучает в дерево? Да, или фу-фу-фу, как плевать делает. Я была врач только две недели, поэтому я не знаю. Не видела, они стучают. Да, есть такое понятие, что, допустим, если ты говоришь, что у тебя что-то все хорошо, а ты понимаешь, что это может все иначе превращается, а чтобы так не случилось, ты начинаешь либо стучать, или говорить фу-фу-фу. Чтобы плохие не были. Да, чтобы плохие не было, то есть я хочу, чтобы так продолжалось. То есть такое понятие, если ты говоришь хорошо-хорошо, может быть иначе, может быть по-другому. И чтобы это не было по-другому, только как ты говоришь, это как средство защита. Если ты стучишь на дерево, это значит, что то, что ты говоришь, будет так дальше. Потому что если ты не стучишь, это значит, что будет плохо. Если ты говоришь, у меня сейчас много работы, а не стучишь на дерево, это значит, что потом будет у тебя мало работы. Или, да, или говорить фу-фу-фу-фу, как стучать. Это как урок русской культуры. Да, это у нас получилось русской культурой, потому что все это, конечно, книги не показывают. Это только живя в России, можешь замечать. Ну и, мои дорогие амиго, спасибо вам большое. Череш Гонзамеда, очень приятно. Спасибо, что ты принимала участие. У Череш есть очень классный канал. Пожалуйста, посмотрите его. Мы вместе, кстати, сделаем видео. Вы можете посмотреть на ее канале. Как мы говорим о очень интересной фразе. И, кстати, очень много фраз, это которые вы мне написали. Поэтому спасибо. Мы попробуем разобраться и подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайк. Череш, спасибо большое. Кики, спасибо большое-большое за приглашение. Безумно рада была с тобой снимать совместное видео. Еще раз пригласите меня, пожалуйста. Да, да, спасибо. Так что, пожалуйста, обязательно смотрите канал Череш, где у нас есть видео. И, дорогие amigos, берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos. Пока.